Я нашел у себя на полке старенький iPad, вот пожалуйста, iPad 6, и подумал, что он длежит пылиться, может продать его? Посмотрел, сколько они стоят на авито и понял, продавать его нифига не выгодно, как я его могу использовать в 2025 году. А оказывается он очень полезен в современном мире, особенно если у вас Mac, но обо всем по порядку. А меня зовут Богдан. Итак, это iPad 6 2018 года, это самая-самая базовая версия. Тут стоит A10, то есть довольно-таки слабенький в 2025 году планшетик, но я подумал, блин, у него хороший экран. Apple? Да, моя хорошая. То есть у него хороший экран, насыщенный, хорошие цвета, нету каких-то там пикселей, то есть все четко. Грех пропадать такому делу. И в итоге начал изучать, что с ним можно сделать. Может быть на нем можно поиграть, но в целом худо-бедно поиграть можно. Например, Балатра, какая-нибудь мини-метро, мини-моторвейс, как достать соседа, да? То есть какие-нибудь такие базовые игрушки идут неплохо. Но вот прям вот о каком-то полноценном гейминге я бы не говорил вообще. О чем тут вообще говорить? На нем Бравл Старс лагает, во что тут еще можно играть? А, ну вот эмулятор PSP еще работает неплохо. В целом очень комфортабельно играет. Не во все игрушки, но комфортабельно. Подумал, может его использовать как а-ля, как PS-портал. То есть такое домашнее устройство для игры в какие-нибудь компьютерные игры. Там, например, на диване. Но нет, Steam Link тут тоже лагает, потому что, видимо, Wi-Fi-модуль здесь стоит очень-не очень. Поэтому работает плохо. Думаю, ну что еще? На этом прекрасен, посмотрите, какой он тонкий. Очень красивое устройство. Красота! Вот, думаю, что на нем еще можно делать? Может я его могу использовать как хаб для умного дома? Но нет, Apple отменила поддержку iPad в качестве хаба умного дома. Покупайте, пожалуйста, HomePod. Но самое очевидное, смотреть киношки и сериалы. И тут тоже меня встречают куча проблем. YouTube работает первые 10-15 минут. После первых 10-15 минут ролики просто начинают терять качество. Кубики какие-то превращаться. При этом у вас нет возможности смотреть видосы в 60 кадров в секунду. Невелика потеря, но неприятная. И максимум 10-83. Все, больше вы получить, ну, никак не сможете. Думаю, ладно, может быть, какие-нибудь сериалы в интернете. Открываешь Safari, включаешь какой-нибудь сериал. И такая же ситуация, как с YouTube. Видимо, не хватает оперативной памяти. Вкладка просто крашится. Все, некомфортно. Ну, думаю, ладно, но для скроллинга в интернете это подойдет. И тут нет. Опять же, из-за недостатка оперативной памяти, какие-нибудь вкладки а-ля Яндекс или там Google у вас будут открываться хорошо. Но на полноценный скроллинг в интернете, по зоне, в Авито там посидеть. Но Forb PDA работает хорошо, да. Вкладки будут перезагружаться постоянно, вылетать и так далее. То есть, все, оперативки этому iPad не хватает. А тут, если не ошибаюсь, 1 гигабайт оперативной памяти. Ну, думаю, ладно, может быть, в GarageBand можно всякие биточки пособирать. Слушайте, да. Да, да, для этого отлично подходит. GarageBand здесь работает безупречно. Ну, по крайней мере, последняя доступная его версия. В принципе, работает хорошо, выглядит в старом стиле Apple. Такой с кеоморфизм своего рода. Так, ну, может тогда хорошо, да. Презентации пособирать? Нет. Это неудобно. Я просто не знаю, как это объяснить. Но вот какие-то микрозадержки происходят. Реагирует долго. Ты там нажимаешь на ячейку в Google таблицах. У тебя эта клавиатура через секунду открывается. Вроде бы это все работает, но вот производительность падает. Неприятно пользоваться. Мне вот удобнее, вот, допустим, сесть за ноутбук и сделать все эти вещи там. Я нашел идеальное применение для старенького iPad. Книги. Книги здесь выглядят безупречно. Да, это не какой-нибудь Amazon Kindle и прочие читалки, в которых чернильный экран, который выглядит как бумага, да. То есть это все еще IPS-ка. Но мне этого достаточно. Просто безупречно. Я даже не знаю, вот как объяснить-то. Не пикселит, ничего. И текст идеальный. Читаемость идеальная. Соотношение сторон. То есть для книжек это можно использовать вообще без проблем. Учитывая, что вам даже сторонние приложения не надо скачивать. Встроенные Apple книги спокойно принимают в себя сторонние ePub, сторонние PDF и так далее. Лучше ePub. Вот. То есть, если у вас нет денег на то, чтобы купить там книжки в Apple книгах, то спокойно с интернета можете скачать. Уж на это Safari хватит. То есть я все книжки в целом... А, нет, вру вам. Я все книжки скачивал с MacBook'а и перебрасывал в AirDrop сюда. Да. По старому доброму методу через комп все скачивается сюда без проблем. Но, и это еще не самый главный функционал, ради которого я все еще в 2025 году использую iPad. Самая главная и самая полезная для меня фишка это Sidecar. Я думаю, те, кто знает, тот знает, насколько это полезная штука, поэтому можете проматывать. Я об этой фишке узнал давным-давно. То есть, что такое Sidecar? Sidecar это вы к Mac'у подключаете iPad как внешний дополнительный экран. Я об этом давно знал, но прям пропускал эту фичу. Просто вы, как можете заметить, у меня и так два экрана. Я думал, ну зачем? И вот когда я как раз-таки задумался, что с ним делать, подумал, дай-ка я попробую этим попользоваться. Работает это идеально. Лично для меня вот этот планшет, купленный за 20 тысяч рублей в 2018 году, получил просто вторую жизнь. С чего у нас все начинается? С того, что планшет и Mac должны быть привязаны к одной учетной записи. Вы просто берете, нажимаете там две кнопки, и все, у вас есть дополнительный монитор, допустим, того же MacBook'а. Но для MacBook'а удобнее, чем для Mac'а. Mac все-таки стационарный, а MacBook' можно носить с собой везде. Безупречность-то в том, что это все работает без проводов. Меня это безумно поражает, потому что картинка идеальная для моего глаза. Вот, то есть, ни единой лесенки. Сыпание картинки вы просто не увидите. Просто так софт построен. У вас больше, скорее, будут просадки кадров, чем сыпание картинки. А когда вы пользуетесь экраном как рабочим устройством, то для вас в приоритете, ну, мне кажется, все-таки не чистота экрана, а четкость картинки. Вот. И для меня это было прям безумным открытием, что это работает настолько идеально. Да еще и с таким старым планшетом. Я-то думал, может, это на новых идеально работает, на старых, там, какие-то проблемы. Да нет, все отлично работает. Самое удобство-то в том, что все расположения окошек запоминаются. Даже если у вас iPad отключился от этого режима сайт-карт, при подключении его обратно, все окошки, которые были на нем до этого, все перелетят на экран iPad. То есть, это полноценный третий монитор. Напоминаю, без единого провода. Ну, естественно, самый главный минус, что все-таки экран маловат. Он где-то, наверное, в полтора раза меньше, чем экран MacBook. А у меня MacBook на M1, самый минимальный. Там, что-то, сколько? 13, что ли, дюймов. Ну, допустим, если выводить туда окошко Safari, это не вариант. Safari выглядит просто миниатюрным. Картинка хорошая, но очень крупная. Да, там можно убавить масштаб, все дела. Я для чего его использую? Он у меня в том момент, как я начал этим пользоваться, просто каждый день открыт. У меня он служит как постоянный на виду Todoist. Я там веду список задач по всем своим проектам и работам. И по свайпу рабочего стола чат GPT, который тоже всегда на виду. Для меня это очень удобно, потому что, допустим, у меня здесь несколько рабочих областей и здесь несколько рабочих областей. И вот две программы мне нужны, ну, просто на постоянный. Трекер задач и чат GPT. Для меня эти две программы нужны почти во всех сценариях действий. Ну, вот кроме YouTube. YouTube я вот несу от себя тему и лью воду, поэтому, возможно, стоит и к нейросетке, конечно, прибежать. Это, конечно, да, про это, потеря, потеря. И ладно, вот я его использую в стационарном состоянии. Но из-за того, что это все работает без проводов, я просто кидаю в сумку, допустим, когда куда-то уезжаю, планшет и Mac. И все, у меня в любой точке мира сетап из двух дисплеев. Для этого, то есть, вам даже не нужна какая-то внешняя Wi-Fi-сеть. Вы можете офлайн ехать. Я вот в машине ехал, просто подключил их между собой. Все, вот тебе отличное рабочее место из двух экранов. И опять же, с новыми iPad'ами было бы еще прекраснее. Там божественные экраны, они больше, они четче. А, забыл еще об одном плюсе рассказать-то. Вы, когда находитесь в режиме Sidecar, вы можете продолжать пользоваться планшетом как планшетом. Sidecar становится просто как отдельное запущенное приложение. Вот на этом планшете особо ничего не поделаешь параллельно, потому что мультизадачность нулевая. Но на более новых устройствах, мне кажется, вообще отлично. Вы там зашли, там ютубчик посмотрели, все такое, тдд, тдд. Оп, вернулись, все. Поставили, у вас вот третий экран опять. Звучит как сказка. По факту и есть сказка. Пока никто настолько хорошо не повторил. То есть, отзеркаливание экрана, там дополнительные экраны. Такое есть, мне кажется, уже у многих. Но вот, чтобы настолько идеально работал, как Sidecar. Подытожим. Отличная читалка. Отличный второй экран для мака, но маленький. Отлично, можно в GarageBand поиграться с битами. Что-то серьезное там забрать не получится, но поиграться можно. Ну и какие-нибудь простенькие игрушки. Чего-то большего от него, да даже и не хочется требовать. Учитывая, что сейчас такое устройство стоит 3-4 тысяч на вид. Ну, кстати, я забыл вот рассказать. У меня вот MacBook на M1. И у MacBook на M1 есть один огромный минус. К нему можно подключить только один внешний экран. Собственно, вот он меня и подключен. Вот такое вот ограничение процессора серии M1. Вот. И то есть, для меня это спасение. Что я могу подключить по проводу монитор. А без проводов могу подключить просто еще один вот iPad в Sidecar. Да и в целом, наверное, все. Вот такое мое личное мнение. Даже не обзор, а личное мнение. А личный совет по тому, как использовать старый iPad. Пока.